Всем привет и добро пожаловать на канал Вибитаки Долс. Спасибо большое, что остались со мной и что дождались нового видео. Я знаю, что с последнего прошел уже целый месяц и вы уже начали задавать вопросы. Сейчас я нахожусь в путешествии и поэтому снимать видео получается довольно редко. Но спасибо, что остаетесь со мной. И для быстрой коммуникации внизу в описании есть ссылка на мой телеграм-канал. Там я очень быстро отвечаю и там вы можете задавать любые вопросы, которые вам интересны. Сегодня у нас длинное разговорное видео по итогам года Integrity, то есть 2022. Поэтому наливайте себе чаек и начнем рассматривать все, что выходило в этом году от Integrity Toys. А год вышел очень урожайным с огромным количеством очень красивых кукол. Вступление в клуб началось в феврале и началось оно с трех клубных кукол. Про этих кукол я подробно рассказывала в другом видео. Ссылка будет либо вот здесь наверху, либо в описании к видео. Вообще ссылок в этом видео будет много. YouTube не позволит мне поставить все ссылки наверх, поэтому все они будут продублированы еще внизу в описании. Напомню, что вступительными куклами стали три потрясающие девчули. Это Иден Блэр из коллекции New Face, Поппи Паркер и Агнес фон Вайс из коллекции Fashion Royalty. Все три куклы мне очень понравились. Я их всех предзаказывала, но в мою коллекцию они в итоге так и не попали, так как сейчас я никаких кукол не покупаю и не предзаказываю. Но кое-кто в мою коллекцию все-таки в этом году попал и ссылки на все видео обзоры я тоже оставлю внизу в описании. Итак, клубный год начался, вступление в него было в течение месяца. В это же время вышла кукла из 21 года Поппи Паркер Palm Springs. Очень красивая девочка. На нее я тоже снимала обзор. Она ездила со мной в отпуск. И посмотреть обзор на нее вы можете отдельно. А если вы хотите посмотреть фотографии из отпуска, то подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на него тоже будет внизу в описании. Очень много ссылок в этом видео. И начался год с куклы для японского рынка. Это куклы из коллекции Nippon. Девушка 80-х Нисаки от дизайнера Марка Тинки. В моей коллекции нет кукол Nippon, так как они продаются именно на японском рынке и приобрести их довольно сложно. Но девочка вышла очаровательная, с огромным количеством аксессуаров, вся в сердечках. Мне очень нравится ее аутфит. И сама она прям очень-очень миленькая. Мне вообще эти куклы напоминают кукол Мамока. В конце марта представили куклу из коллекции New Fantasy. Это коллекция о сказках, ведьмах. И нам представили такую злобную ведьмочку. Очень красивая кукла. Мне очень понравилась ее прическа. Это брюнетка с ярким макияжем, с бледной кожей и в красном платье. Вообще у меня большая слабость к таким куклам. Мне очень понравилось ее платье. Вообще она напоминает мне Scarlett O'Hara. И называется эта кукла тоже Scarlett. А сам Malt персонаж это Аня Кристенсен. Кукла вышла с тиражом 1500 штук на мир. Ее стоимость 199 долларов. И продавалась она через лотерею. И в этой лотерее я даже участвовала и даже ее выиграла. Но, к сожалению, куклы я не смогла поселить свою коллекцию. И она от меня ушла. Но, повторюсь, что кукла мне очень понравилась. И на самом деле мне даже жаль, что она не попала в мою коллекцию в итоге. Но, кто знает, может быть, в будущем я ее поселю. Хотя я говорю так каждый раз. И каждый новый клубный год выходит еще больше интересных кукол. И я уже забываю про тех, которые были. И думаю, ну и ладно, ну и зачем? И также в конце марта нам представили двух кукол из коллекции New Face. И это пара девочка и мальчик. И девочка мне не понравилась. Мне, на самом деле, из нее понравились только брюки. Это кукла Аник Ван Дейл. Ее тираж 2000 штук на мир и стоимость 160 долларов. Продавалась она точно также через лотерею. Вообще, в двадцать втором году огромное количество кукол продавалось именно через лотерею. И этот способ, мне кажется, более справедливым, чем покупка «первый пришел, первый купил». Так у большего количества людей есть шанс все-таки получить какую-либо из кукол. Конечно, не всех, потому что все лотереи вы точно не выиграете. Либо если вы супервезунчик. Но хотя бы каких-то кукол вы можете купить. По легенде Аник это топ-модель. И она представляет новую коллекцию модного дома. А вот мальчик из этой серии мне очень приглянулся. Это Тьяго Валента. И я поселила его в своей коллекции. Вы можете посмотреть обзор на эту куклу. Кукла точно также продавалась через лотерею. Эту лотерею я выиграла. И у меня появилось право выкупить эту куклу. Тираж ее 2000 штук на мир. Стоимость 160 долларов. Я не буду очень подробно рассказывать про Тьяго, потому что на этот есть целый обзор. Скажу только, что кукла мне очень понравилась. И это был первый мальчик в моей коллекции от Integrity Toys. И было очень необычно посмотреть и потрогать эту куклу. И по легенде Тьяго это итальяно-бразилец из Сан-Паоло. И он юный художник. Очень интересная презентация была в апреле. Integrity Toys совместно с Hasbro выпустили серию Google Poppy Parker. Это были четыре гифцета из девочки и мальчика о настольной игре Hasbro из шестидесятых годов. Смысл игры был в том, что у вас девочка собирается на свидание и нужно выяснить, кто же ждет ее за дверью. Тот самый человек, который ее пригласил. Либо сантехник. И по тому же принципу были созданы эти гифцеты. То есть у вас был гифцет, где вы видите девочку, а мальчик находится за дверкой. И у вас может попасться либо тот мальчик, который должен быть в этом гифцете, либо сантехник. И в каждой шестнадцати коробке находился сантехник. Гифцета было четыре. Первый гифцет посвящен танцам, второй боулингу, третий пляжу и четвертый лыжам. Мне больше всего понравился гифцет именно с боулингом. И я его заказывала, и он ко мне пришел. И обзор на этот гифцет вы тоже можете посмотреть и увидеть, кто же достался мне. Сантехник или мальчик из боулинга. Я не буду спойлерить, чтобы для вас сохранилась интрига этого видео. Давайте подробно посмотрим на все эти гифцеты. И первый гифцет посвящен танцам, то есть Поппи Паркер идет на танцы. Пригласил ее Chief Farm Sword. И тираж этого гифцета 2000 штук на мир. И стоимость 240 долларов. В общем-то все эти гифцеты выпускались с тиражом 2000 штук. И цена каждого гифцета была 240 долларов. И все эти гифцеты продавались через лотерею. Гифцет с танцами мне понравился меньше всего просто потому, что это не моя стилистика. Мне не очень нравятся куклы Поппи Паркер в пышных бальных платьях и с высокой прической. Но вот мальчик здесь очень хорош. У него красивый аутфит, пиджак с бутоньеркой, черные брюки. Все очень официально и торжественно. Вот так выглядит сантехник. Сантехника зовут Кейрон Морелл. И сантехник во всех четырех гифцетах был одинаковый. Второй гифцет это как раз таки боулинг. Он мне понравился больше всего, потому что в нем оба персонажа. Мне нравится как выглядит на лицо, на прическу. И мне нравится аутфит и аксессуар. Роль мальчика здесь играет Кэббет Кларк. И мне очень нравится его курточка. А вот у девочки, у Поппи Паркер больше всего мне наверное нравятся ботинки. Вообще я большой фанат таких ботиночек. И давно хотела такую пару для своих Поппи Паркер. Третья пара это лыжники. Они мне тоже очень понравились. Я долго думала, кого же взять. Боулинг или лыжники. Боулинг или лыжники. Но в итоге я выбрала по лицам, по прическам. И боулинг мне понравился больше. Хотя аутфиты и аксессуары от лыжников мне тоже очень сильно нравятся. И парень пригласивший Поппи Паркер на лыжную прогулку. Это Беллами Блю. И четвертый гифцет это пляжный гифцет. Он мне тоже очень-очень понравился. Мне очень понравился мальчик в этой серии. Но я здесь руководствовалась практичными соображениями, так как у меня мало мальчиков в коллекции. Соответственно и одежды у них очень мало. И поэтому я решила, что нужно брать мальчика в полном аутфите. Все-таки шлепки и шорты это не то, что мне пригодится сильно. И поэтому я не стала брать именно пляжный сет. Хотя он тоже очень красивый и очень мне нравится. И мальчика в этом гифцете зовут Мила Мантес. Вообще, конечно, нужно заняться мужским гардеробом. А то у меня мальчонки совсем практически без какой-либо одежды. И обязательно нужно им что-то сшить. Кстати, если вы любите шить для кукол и если вы шьете для кукол Барби, то у меня есть книга, которую вы можете купить в формате PDF. Можно ее использовать в электронном варианте, можно распечатать. Это книга по шитью для кукол Барби с подробными инструкциями и выкриками. О том, как приобрести эту книгу, можно прочитать подробно в описании к этому видео. И вот на дворе уже май. И нам представили еще одну пару кукол. Это куклы из базовой коллекции. Что такое базовая коллекция кукол Integrity Toys? Вообще, мне по принципу это напоминает либо Silkstone Барби в самом начале, когда они появились, либо кукол Барби шестидесятых. Например, Silkstone Барби изначально выпускались в таком бельевом стиле и к ним можно было прикупить наборы одежды. Так вот, Integrity Toys запустили у себя по такому же принципу базовую линейку кукол. Вы можете купить кукол в купальниках или в нижнем белье из разных коллекций. На этот раз это была коллекция из 59. Очень интересная коллекция. Я ее очень люблю. Хотя так у меня и не появилось ни одной из этих кукол. Все время что-то идет не так. Например, последняя моя попытка провалилась, потому что Сайдшоу закрыл мой аккаунт и отменил мой предзаказ. В общем, когда-нибудь я обязательно поселю кукол из этой коллекции. Но, видимо, не сейчас. Так вот, смысл в том, что это довольно простая кукла по аутфитам, по аксессуарам. То есть, у нее минимум вещей, но сама кукла по качеству ничем не уступает коллекционным. У нее открытый тираж. То есть, нет ограничения в тираже Integrity Toys сможет выпускать ее несколько раз, как посчитает нужно. И она продается в довольно простенькой коробке. В моей коллекции есть базовая кукла Fashion Royalty Agnes. И обзор на нее вы тоже можете отдельно посмотреть, чтобы понять, как выглядит кукла именно базовая. И в этот раз они выпустили Victoria Room, которая называется Aloha Waikiki. В милейшем купальнике в горошек. Мне нравится ее лицо, мне нравится ее прическа. Кстати говоря, у нее сережки, как у Поппи Паркер Суперагент. Не помню точно, как называется. Сережки у той Поппи Паркер точно такие же были. И у нее довольно милые аксессуары. Очень мне нравится парень в этой серии. Зовут его Агастус Блейк. Называется этот выпуск Honalulu Sunset. Обе куклы продаются по 99 долларов для членов клуба и по 109 долларов для нечленов клуба. Но в последний раз, когда я смотрела, что есть в магазине Integrity Toys, этих кукол уже не было. Но, возможно, они появятся еще раз, если Integrity Toys решит перезапустить и выпустить еще один тираж, то они снова появятся. В конце мая Integrity Toys решили порадовать нас еще одной серией из мальчиков. На этот раз серия Monarch. Это мальчики Fashion Royalty. И вообще давно не помню, чтобы выпускалось такое количество мужчин у Integrity Toys. за один год. И здесь вышло несколько сразу мужчин. Точнее, их было три. Первого зовут Хэ Мин Джи. По легенде он южнокорейский рейпер. Если честно, я вообще не уверена, что я слышала когда-нибудь рэп южнокорейский. Конечно же, я знаю про кей-поп, про драмы. И моя мама, кстати, большой фанат. Но я фанатом не являюсь. Поэтому эта кукла, да, она милая. Но я точно не любитель такого стиля. Но все, кому нравится южнокорейская культура, точно оценят. У него действительно очень красивое лицо и ботинки. Хотя вот к прическе у меня есть вопросы. Второй парень мне понравился больше всех. Особенно мне понравился его аутфит. Это его куртка. И на лицо он мне тоже понравился. И зовут его Дариус Рид. По легенде все персонажи в этой линейке связаны. Они знакомы между друг другом. И Дариус Рид, он продюсер. И он услышал песню Тхэмина и поехал в Сеул, чтобы записать с ним песню. И поехал он не один, а вместе со своим другом звукорежиссером. И это третий персонаж в этой линейке. Зовут его Рашид Руиси. Рашид Руиси понравился мне меньше всех из этих персонажей. Но у него самые крутые ботинки. Тираж всех трех кукол 750 штук на мир. И их стоимость 180 долларов. И Тхэмин и Дариус продавались через дилеров. А Рашад продавался через лотерею от Integrity Toys. В начале июня произошло интересное событие, потому что показали лично для меня самую благожданную куклу года. Не всегда мне нравится, но мне всегда очень интересно, что же будет. Потому что это кукла от Джейсона Ву. Джейсон Ву редко сейчас выпускает каких-то кукол. И последние годы все эти куклы в аутфитах, которые он выпускал для людей. И в этот раз это не было исключением. И кукла в бежевом воздушном платье из его коллекции весна 2020 года. Также у куклы набор красивого белья. Мне нравится эта кукла на лицо. У нее очень аккуратная прическа. Достаточно яркий, на все равно красивый, аккуратный, элегантный макияж. И снова я вижу эти сережки, но только уже в серебряном цвете что-то у Integrity. То есть, видимо, ему очень понравился этот дизайн сережек. И они решили его повторить много-много раз. Куклу зовут Алисия Брайт. Она вышла очень маленьким тиражом. 450 штук на мир. Продавалась она через лотерею. Я участвовала в этой лотерее. Выиграть не смогла, потому что 450 штук это очень мало. И цена ее была 199 долларов. Вообще, куклы от Джейсона Ву всегда немного дороже. Жаль, что упустила эту куклу. Она очень красивая. У меня есть одна из кукол от Джейсона Ву. Повезло тогда невероятно, что я смогла ее каким-то чудом просто схватить. Обзор на нее тоже можете посмотреть. Ссылку оставлю внизу в описании. В середине июня Entity Toys рассказали о том, что их лицензия на джем и голограммы закончилась. И они выпускают последний гифцет этих кукол. Я не являюсь фанатом джем и голограммы, но сами куклы были интересными. Мне было интересно на них смотреть. В свою коллекцию я таких кукол не поселила, но наблюдать за этим было интересно. И последний гифцет был посвящен одному из эпизодов сериала, который назывался «Это старая магия Гудини». И по этому эпизоду и был создан такой магический гифцет с фокусником и ассистентом. Мне кажется, что у кукол джем и голограммы как-то по-другому сделаны стопы. Потому что всегда они выглядят очень красиво. Мне кажется, стопы у Fashion Royalty, например, выглядят не так. Но, возможно, я ошибаюсь, потому что вживую я все-таки тела, джем и голограммы никуда не держала. Тираж этого гифцета 800 штук на мир и стоимость 240 долларов. И продавался этот гифцет через лотерею. Следующая кукла была создана итальянскими дизайнерами, приглашенными. Их дуэт называется «Магия 2000». Их дизайнеров зовут Марио Паглино и Джанни Гросси. И они представили очень интересного парня в венецианском стиле. Он весь в бархате, его аутфит, вышивки. Это выглядит очень красиво. Интересная и необычная прическа ярко-рыжего цвета с рыжей бородкой. И, конечно, меня просто покорили его туфли. Все это выглядит очень необычно для кукол Integrity Toys, на мой взгляд. Но мне понравилось. Самого персонажа зовут Лукас Маверик. И этот выпуск называется «Торжественный карнавал в Венеции». И когда смотришь на эту куклу, сразу такие ассоциации возникают. Тираж этой куклы 1500 штук на мир и ее цена 199 долларов. И продавалась, конечно же, эта кукла снова через лотерею. Практически все куклы в этом году продавались через лотерею. Но, повторюсь, мне такой принцип нравится больше. И на дворе уже конец июня. И нам показали новую куклу из коллекции New Fantasy. То есть ту самую коллекцию про ведьм и сказки. Дизайнером этой куклы стал Марк Тинке. А персонажа зовут Карин Демас. Тираж этой куклы 1500 штук на мир и 199 долларов ее цена. И это тоже лотерея. Сама кукла мне понравилась. Мне нравится ее прическа. Мне нравятся ее аксессуары. Ее платье с вышивкой, с бисером. Мне кажется, все очень красиво. И смотришь и прям видишь какую-то ведьму. Серьги со змеями. Все это выглядит очень опасно и красиво. Но эту куклу я уже не предзаказывала. И также в июле нам объявили о том, что совсем скоро начнется мероприятие, где покажут новых кукол, посвященных одной серии. И серия это телевидение. И показали первую куклу из этой серии. Дальше будет еще больше этих кукол, но пройдет некоторое время. Но первую куклу нам уже показали. И это очень необычная кукла. Все куклы в этой серии посвящены каким-либо фильмам или сериалам, которые выходили на телевидение в разные годы. И начали с шестидесятых. В шестидесятый был очень популярный сериал. Мы любим Люси или все любят Люси. И в образе Люси как раз таки выпустили куклу Поппи Паркер. Она в двух разных аутфитах. И по легенде она пришла на телепробы для того, чтобы примерить эти аутфиты и посмотреть, как же все это будет выглядеть в кадре. Этот гифцет называется Мы любим Поппи. Его тираж не ограничен изначально. То есть тираж этой куклы будет ясен в конце. Сколько было предзаказов, столько и выпустят кукол. И ее цена 175 долларов. Необычная эта кукла Ботча. Так как Мы любим Люси, это сериал, который показывался на черно-белых экранах. И все этот сериал видели именно так. То и Поппи Паркер выпущена так, как будто бы мы видим ее в черно-белом телевизоре. То есть ее скинтон серый. И если вы коллекционируете кукол на полке, то это выглядит очень круто. Это очень интересно. И задумка просто потрясающая. Я не стала заказывать эту куклу, потому что я в кукол играю. Я их переодеваю, я их перемешиваю по всякому разному. Кукла с серым скинтоном будет выглядеть на общем фоне довольно странно. Но если бы я ставила куклу просто на полку, то да, я бы ее предзаказала. Потому что идея сама очень крутая. В начале августа показали еще одну куклу Ниппон. Снова кукла для японского рынка. И мне очень нравится ее аутфит. Совершенно не нравится прическа. Но вот аутфит мне очень понравился. Двух прекрасных фэшн роялти показали в начале августа. И ими стали бельевые куклы. Одна жгучая брюнетка из обалы Alvis. Линейка называется Down Bloom. И тираж ее 1500 штук на мир и 150 долларов за куклу. Куклы продавались через лотерею с правом на покупку. Вообще куклы похожи по аутфитам, по аксессуарам. Они обе бельевые, в корсетах, в пеньюарах. Вторая кукла, да, я не сказала какая вторая кукла. Вторая кукла это Лючия Задра. Называется Dusken Bloom. Точно такой же тираж и точно такая же цена. И мне было очень радостно увидеть Лючи. Потому что Лючи не было очень давно. За все то время, что я состою в клубе Integrity Toys, ни разу не выходила Лючия. И мне очень нравится этот молд. Я играла в обе лотерей на обе куклы. Выиграла одну именно Лючию, кстати, к счастью. И это единственный предзаказ, который я не стала продавать. Потому что Лючию я все-таки заберу. Я обожаю бельевых кукол. Мне очень нравятся куклы в корсетах, в пеньюарах. С локонами распущенными. Без каких-то закрученных причесок. Для меня такие куклы самые красивые. И, конечно, поселить в своей коллекции Лючи мне очень хочется. И по легенде обе девчонки участвуют в показе мод. И показывают новую коллекцию нижнего белья. В конце августа нам наконец показали первую клубную куклу. И это кукла Поппи Паркер в стиле Алиса в стране чудес. И по легенде она участвует в рекламной кампании, где рекламируют газированный напиток, который называется Выпей меня. И поэтому все это сделано. Вся эта реклама сделана в стиле Алиса в стране чудес. Эту куклу я тоже предзаказала. К сожалению, от этого предзаказа я буду отказываться. Но кукла очень интересная. И мне кажется, это очень похоже на Алису в стране чудес. И Поппи Паркера этот образ очень сильно идет. Здесь интересное цветочное платье. Она в белых колготках, в черных ботиночках. Парточек с вышивкой. И, конечно же, есть белый кролик. И ее аксессуары отсылают нас к красной королеве с этими красными сердцами. Тираж этой куклы не ограничен. То есть, любой участник веклаба может заказать себе эту куклу. И в зависимости от того, сколько наберется предзаказов, такой и будет тираж. И ее стоимость 165 долларов. А в сентябре нам показали кое-что неожиданное. Это кукла, посвященная Хэллоуину. И это что-то вроде адвент-календаря. То есть, у вас целый набор, в котором вы видите куклу, а все ее аксессуары находятся в закрытых ящичках пронумерованных. И вы их открываете и находите эти аксессуары. Причем Integrity, то есть, скрыла, какие именно аксессуары будут. Вы могли посмотреть спойлер. Но сама информация была скрыта изначально. Так что вы не знали, что там. И это был настоящий сюрприз. Интересная идея. Я очень люблю адвент-календари. И это определенно была интересная идея. Хотя исполнение самой куклы и того, что было с ней в наборе, мне не очень понравилось. Но идея очень крутая. Набор назывался 13 дней Хэллоуина. И стоимость его была 175 долларов. Продавалась она через лотерею. И тираж этого гифсета был 1500 штук на мир. В конце сентября нам показали вторую клубную куклу. Дизайнерами ее стали Дэвид Батри и Джейси Айла. И вторая клубная кукла. То есть, это снова кукла безограничного тиража, заявленного изначально. То есть, сколько за пред заказали, столько и будет тираж. И это кукла Жизель Диффендорф из коллекции New Face. Стоимость ее 165 долларов. И у нее не просто так такой яркий, необычный аутфит. Дело в том, что она пришла в художественную галерею в Лондоне. И смотрит выставку картин. И специально для этого мероприятия подобрала такой яркий, необычный аутфит. Не могу сказать, что этот аутфит мне нравится. Хотя сама кукла красивая. И аутфит ей этот идет. Но тоже не в моем вкусе все-таки это. 1 октября показали очень красивую коллекцию. Это коллекция Poppy Parker Palm Springs. И здесь вышло много-много интересного. Коллекцию разрабатывали дизайнеры Дэвид Батли и Ален Трамбле. И в эту коллекцию вошло 7 предметов. Это куклы и аксессуары. И давайте рассмотрим все их подробно. Первая кукла называется Золотой Сияни. Мне она понравилась больше всех. С этим безумным начесом. Очень красивая прическа. Красивое лицо. Мне нравится ее аутфит. И эта кукла продавалась через дилеров. Ее тираж был 2000 штук на мир. И стоимость 175 долларов. История у куклы незамысловатая. Это дама, которая отдыхает возле бассейна и загорает. Поэтому она приобрела такой золотистый цвет. Вторая кукла мне не очень понравилась. Она называется Наполненная цветами. И действительно такой цветочный принт на топе. Цветы на шляпе, на аксессуарах. И нежный розовый цвет. Но сама кукла мне показалась не очень интересной. Тоже продавалась через дилеров за 175 долларов. И тираж 2000 штук. Очень интересная мне показалась третья кукла. И она называется Сверкающий закат. То же самое. Тираж 2000 штук. 175 долларов. Продажа через дилеров. И у этой куклы мне очень понравились волосы. Мне понравился ее макияж. И мне нравится ее платье. И только посмотрите на этот милейший клач. Как старенькие кошелечки с таким же замочком. Это очень мило. Четвертый персонаж это парень с таким богатым гардеробом. Зовут его Серджио Сильва. Здесь все то же самое. 2000 тираж. 175 долларов. Продажа через дилера. Дальше нам показали набор аутфитов из этой серии. Точнее одного аутфита. Это купальник, две юбки и набор аксессуаров. Этот набор уже мог заказать любой член клуба через клуб Integrity Toys. И его стоимость была 75 долларов. Мне этот набор показался слишком простым. И честно говоря, 75 долларов за этот набор я бы не заплатила. А вот второй набор мне очень нравится. Мне жаль, что я его упустила. Надеюсь, что я где-то его когда-то еще смогу найти и купить. Это набор из мебели. Ретро мебель для Хобби Паркера и для других кукол Integrity Toys 12 дюймов. Тираж этого набора не был ограничен. То есть его выпускали под заказ. Сколько закажут, столько и выпустят. И его стоимость была 100 долларов. Набор очень интересный. В него вошло кресло на ножках красивого ментолого цвета. Журнальный столик. Лампа. И другие небольшие аксессуары. Мне очень нравится. Я вообще люблю мебель в стиле 60-х. Лампа меня прям покорила. Я думаю, что в мой кукольный домик это бы отлично вписалось. И последний, седьмой лот в этой серии это большой гипсет. Это Поппи Паркер со сменной головой. То есть у него два варианта головы с разной прической и с разным макияжем. Одна с косой, а вторая с такими очень объемными кудрями. Интересный гипсет мне понравился. С красивым аутфитом. С очень красивыми аксессуарами. Мне очень нравятся сережки, браслеты. Вот эти из яркого пластика. Также у этой куклы не только сменная голова, но и сменные ножки. То есть есть ножки на каблуке и есть ножки на плоской подошве. Набор очень крутой. Он будет продаваться через лотерею. Его тираж 2000 штук на мир и стоимость 199 долларов. И в октябре показали куклу от Дуэта Магия 2000. И это моя любимая кукла за 22-й год. Во-первых, это Ванесса. Вы знаете, у меня слабость к Ванессам. А во-вторых, это Ванесса в стиле Дольче Габбана. Я очень люблю эстетику Дольче Габбана. И здесь принт на платье в их стиле, аксессуары в их стиле. Мне очень жаль, что я пропустила эту куклу, что я ее не заказывала. Но я надеюсь, что я ее смогу все-таки купить и дополнить ее свою коллекцию. Потому что это Дольче Габбана, это Ванесса. Это две вещи, которые я очень сильно люблю. И все-таки надеюсь, что она попадет в мою коллекцию когда-нибудь. Здесь интересный красивый гифтсет с большим количеством аксессуаров. Они все очень такие перенасыщенные. Но мне нравится этот стиль. И очень красивое платье со шлейфом. Вы можете менять по-разному это платье. Это очаровательная нижняя юбка. И аксессуары, конечно, невероятной красоты. И вот такая итальянская Ванесса вышла с тиражом 1500 штук на мир. Стоила она 199 долларов. И продавалась через лотерею. Кукла уже вышла. Я посмотрела на нее на живых фотографиях. Она мне все еще очень сильно нравится. В октябре показали еще одну куклу Ниппон. Это Wildflower Misaki. То есть снова кукла для японского рынка. И у нее тоже снова очень интересный веселый аутфит. И мне нравится ее прическа и цвет волос. И в конце октября Дэвид Батли и Марк Тинке порадовали нас новой куклой. Из обновленной линейки True. Кукла Tulabelle. Тираж у этой куклы определяется количеством предзаказов. А ее стоимость 150 долларов. Мне очень понравилась эта кукла. Мне она напоминает певицу Pink на лицо. И мне нравится ее прическа с гульками. Эти ее строгие очки. И конечно аутфит очень красивый. Я правда с ужасом смотрю на эти ботинки на шнуровке. Потому что завязать шнуровку на ботинках Эддрити Тойс это то еще развлечение. Но все равно она мне очень-очень понравилась. И эта игривая родинка на щеке. Это тоже очень мило. И вот на дворе уже ноябрь. И нам показывают третью клубную куклу. И третья клубная кукла меня если честно говоря вообще не впечатлила. То есть это Poppy Parker червидерша. На мой взгляд да у нее интересная прическа. Красивое лицо. Но образ мне показался совсем неинтересным. Как и у всех клубных кукол тираж ее определяется количеством предзаказов. А стоимость ее 145 долларов. Помните Poppy Parker мы любим Люси. Так вот. Дальше продолжается эта коллекция. Посвященная телевидению. И нам показали сразу двух кукол из коллекции ИС-59. И называется эта коллекция Legacy. Я так понимаю что это отсылка к сериалу Династии. Про богатых знаменитых и их интриги и проблемы. И здесь две потрясающе красивые куклы. Одна брюнетка в белом платье с золотом. Это Делла Ру. Тираж 750 штук на мир. И разыгрывалась она через лотерею. И ее цена была 165 долларов. И Делла Ру играет в сериале Legacy персонажа Моника Верро. Это наследница богатой американской семьи. И она возвращается домой после европейского отпуска. И обнаруживает что ее главная соперница Нерша. Светская львица Лекси Кори. Соблазнил ее мужа Блейна Веллингтона. Пока она была в отпуске. И ту самую Лекси Кори играет как раз таки второй персонаж. Которого нам показали. Это Виктория Рун. И это тоже потрясающе красивая кукла. С удивительной какой-то прической. С очень красивым макияжем. Очень красивым лицом. В ярком блестящем красном платье. В общем две роковые красавицы. И тираж у этой куклы тоже 750 штук на мир. Точно так же продается через лотерею. И цена 165 долларов. Во второй день можно было разыграть на своей кукольной полке целую драму. На следующий день нам обещали показать сериал о космосе. Скорее всего речь идет про старт-трек. Или про звездные войны. И это Poppy Parker Galaxy Girl. Она снова с необычным скинтоном. На этот раз это розовая кукла. У меня ассоциации с куклами Monster High. Ничего не могу с этим поделать. Тоже интересная кукла. Хотя в свою коллекцию я бы такую куклу не приобрела. Но это тоже выглядит очень интересно. Она вся такая инопланетная. Вся в космической стилистике. С ярко-голубыми волосами. Голубыми бровями. Разыгрывалась через лотерею. И тираж этой куклы уже был 3000 штук на мир. И ее стоимость 165 долларов. И по сюжету Poppy Parker играет в этом сериале лидера какой-то инопланетной расы. Которая путешествует по галактике. И исследует новые миры. Ну и конечно борется с какими-то другими инопланетными расами, которые хотят захватить ее планету. На следующий день в телепрограмме появился персонаж по имени Тобиас Элфорд. Эта кукла продавалась с тиражом по количеству предзаказов. Ее стоимость 180 долларов. И честно говоря я не знаю отсылка к какому это сериалу. Это какой-то ситком про парня, который получил стажировку в компании своей мечты, в топовом журнале мод. И он постоянно попадает в какие-то нелепые ситуации. Я не знаю такого сериала. Если вы знаете что это, то расскажите мне тоже. И в этот же день мы посмотрели еще один сериал, в котором играет Кики Адаизе. И это какой-то ситком 90-х про подростка. И богатые родители отправляют свою дочь, подростка через всю страну, чтобы она социализировалась и нашла себе дело. И она становится хип-хоп исполнительницей. Такого сериала, если честно, я тоже не знаю. И поэтому если вы знаете что это, то тоже расскажите мне. Эта кукла была тоже с тиражом по количеству предзаказов. И подавалась она по цене 170 долларов. На следующий день в телепрограмме нам рассказали, что покажет сериал Miss Independence. Играет в этом сериале Поппи Паркер. Образ ее мне напоминает вступительную куклу 20-го, наверное, года. Это птичка Pretty Bird. Или она же, как ее, Кристина Бондон. Кукла эта продавалась через лотерею. Тираж ее был 2,5 тысячи штук. И цена 165 долларов. И играет она в сериале... Опять же, я не знаю, что это за сериал. Если вы знаете, расскажите. Но играет она девушку, которая приезжает в Нью-Йорк, чтобы добиться успехов в актерской карьере. И на пятый день нам пообещали что-то гламурное. Назвали они это «Девушка в городе». Но, конечно же, сразу понятно, что это отсылка к сериалу «Секс в большом городе». И это явно Кэрри Брэдшоу. Любительница туфель. Ее здесь прелестные синие туфельки. Безумная шляпа с вуалью. Играет ее Жизель Диффендорф. Тираж был по количеству предзаказов. И стоимость 170 долларов. И в этой коллекции был не один персонаж. Их было несколько. И второй – это Аймелин. В платье от Джейсона Ву. Из коллекции «Зима» 2021 года. Очень красивым синим платье с валанами. И с ярко-рыжими волосами. Мне нравится лицо Аймелин. У меня есть Аймелин в коллекции. Тоже в платье от Джейсона Ву. Очень красивая кукла. И здесь у нее особо интересный и удачный для ее молода макияж. Кукла эта была с тиражом по количеству предзаказов. И стоимость ее 199 долларов. Но в этой коллекции была еще одна кукла Аймелин от Джейсона Ву. И здесь уже платье из его коллекции «Зна 2020». Количество кукол тоже по количеству предзаказов. Стоимость 199 долларов. И очень красивая кукла. Очень красивые волосы, макияж. Безумно мне она нравится. С красивым платьем, с этими розовыми перчатками. Но я здесь вижу розовые туфли. У меня есть такие туфли в коллекции от другой Аймелин. Они были прям практически такие же. Очень похожи. Чуть-чуть здесь что-то изменено, мне кажется. Но вот эти туфли со шнуровкой. Мне кажется, очень неудачные туфли. Потому что, во-первых, их тяжело надеть. А во-вторых, на ноге они выглядят как-то не очень аккуратно. Но сама кукла, конечно, потрясающе красивая. Ну что ж, телевизор мы с вами посмотрели. Идем дальше. Вообще идея с вот этой презентацией через сериалы, она очень интересная. И этим мне и нравятся клубы Integrity Toys. Потому что у них столько всяких интересных придумок. Как это можно было вообще придумать? Как можно было придумать, презентовать кукол через сериалы? Это очень круто. То же самое, как была очень крутая презентация с Hasbro через настольную игру. И именно этим мне и нравится Double Куклаб. Потому что они все время придумывают что-то удивительное. Что-то, что поднимает настроение. И даже тот факт, что я сейчас не покупаю кукол, меня не расстраивает. Мне нравится просто даже смотреть на это, читать, погружаться. Это уже интересный какой-то опыт. Какое-то интересное времяпрепровождение, которое делает нашу жизнь немножко повеселее. И вот мы с вами добрались до декабря. И в декабре показали еще двух кукол от итальянских дизайнеров Magia 2000. И вот эти две куклы мне, если честно, не понравились. Первая кукла Colette Duranger. Ее тираж 1500 штук. И цена 199 долларов. Кукла очень богатый гардероб. Это и какая-то невероятно безумная шуба красная. И топ, и шорты. И второй аутфит блестящий серебристый. И большое количество золотых аксессуаров. Две пары обуви. То есть именно поэтому это большой гифсет. Очень меня умилил чехол для очков. Но сама кукла мне совершенно не понравилась. Мне абсолютно не нравится этот молд. Он мне не кажется интересным. Мне кажется он мне симпатичным. И поэтому эта кукла точно мне не нравится. Я не могу сказать, что мне нравится ее аутфит. Потому что это стиль все-таки тоже не мой. Но это хотя бы интересно. И эта кукла посвящена Милану. И вторая кукла Carolyn Stone. С тиражом 1500 штук на мир. По цене 199 долларов. Тоже с очень богатым гардеробом. Здесь есть разные варианты ее аутфита. Тоже две пары обуви. Очень интересные аксессуары. Мне очень нравится гребешок для волос. И у нее такая прическа в стиле Мария Антуанетте. Мне очень нравится платье с короткой юбкой и с вышивкой. Эта кукла мне понравилась больше, чем первая. Но тоже не могу сказать, что она прям погорела мое сердце. И эта кукла посвящена Риму. Обе эти куклы это New Face коллекция. То есть тип тела New Face. И обе куклы продавались через лотерею. В середине января нам показали четвертую клубную куклу. Ее оказался парень из коллекции Monarch. Очень красивый парень. В очень красивом аутфите. Мне безумно нравится. Мне нравится его прическа. Мне нравится его лицо. Мне нравится его аутфит. Очень удачно он выглядит. И судя по всему прическу можно поменять. Судя по промо фотографиям. Завод его Таджиндар Чудхури. Называется коллекция столичный авантюрист. И кукла, как и все клубные куклы, выходит с тиражом по количеству предзаказов. Ее цена 165 долларов. И по легенде он актер. И он путешествует по Европе в поисках идеального места для съемок своего следующего проекта. В конце февраля нам показали целых 6 новых кукол. Из новой линейки Трун. И линейка мне это понравилась. И куклы мне тоже понравились. Первую куклу зовут Холис Хьюз. Ее тираж 800 штук на мир. И стоимость 165 долларов. Ее можно было купить через дилеров. Мне нравится она на лицо. Мне очень нравится ее прическа с этими двумя хвостиками. Мне нравится ее аутфит. Ее аксессуары в стиле Louis Vuitton. И конечно вот эти туфли. Эти туфли на самом деле уже встречались. Очень похожи на туфли от Poppy Parker Palm Springs. Одни из любимейших моих туфель у Poppy Parker. И у нее две пары ножек для плоской стопы и для каблука. Хотя интересно, что обуви для плоской подошвы в наборе нет. Но вообще мы выяснили, что у коллекции True есть два варианта ножек для плоской стопы и для каблука. И по легенде Холис Хьюз это топ модель. И теперь она работает как советником в модной индустрии. Вторая кукла Tullabelle True. Мы ее уже видели. Это именно та кукла, которая напоминает мне Pink. И еще и эти розовые волосы конечно же. Тоже снова ассоциация с Pink. Аутфит мне нравится уже меньше. Хотя мне все еще нравится эта кукла на лицо. Мне кажется, она очень симпатичная. Ее тираж 800 штук на мир. Стоимость 165 долларов. И продавалась она через дилеров. И у этой куклы тоже две пары ножек на плоской стопе и под каблук. Третью куклу зовут Liu Liu Ling. 800 штук на мир. 165 долларов. И продажи через дилеров. Тоже очень красивая кукла на лицо, как мне показалось. И мне нравится ее топ. И в принципе в целом образ, как выглядит все это вместе, мне тоже очень нравится. Следующая кукла это мальчик Тейт Танака. 800 штук на мир. 165 долларов. Продажи через дилеров. И это мальчик в очень интересном аутфите. С джинсовой жилеткой. С клетчатой рубашкой. И с очень крутым рюкзаком в виде мишки. И на лицо он мне тоже нравится. И образ его тоже очень понравился. Следующая кукла Джаспер Джаггер. 800 штук на мир. 150 долларов. И покупка уже через лотерею. На лицо эта кукла мне понравилась, наверное, меньше всех. И здесь я вижу чокер на шею. Такой был у New Face Lily, который есть в моей коллекции. Так что что-то знакомое. Но вот ее аутфит мне не очень понравился. Тоже интересно. Особенно курточка. Но в целом как-то мне не очень зашло. И по легенде это молоденький светский ребенок. Который открыл в 20 лет свою собственную косметическую компанию. Следующий парнишка Оден Адлер. Тоже мне не очень понравился. 800 штук на мир. И продажа через лотерею. Стоимость 150 долларов. Мне не понравился он на лицо. И аутфит тоже показался каким-то не очень интересным. И по легенде он увлекается модой. И ведет свой модный блог. Интересная линейка с необычной эстетикой. И вообще радует, что в Integrity Toys появляются какие-то новые линейки. Новые идеи. Это всегда очень захватывающе. И вот мы подошли с вами к концу клубного года 2022. И последнее это пятая клубная кукла. И пятой клубной куклой стал гифт-сет с Поппи Паркером в розовых тонах. Тираж ограничен количеством предзаказов. И цена 165 долларов. Мне кажется, что это интересная кукла. Мне не очень нравится ее прическа. Но очень красивый цвет волос. Интересный макияж. Довольно большое количество разных одежды, аксессуаров. И все это вместе смотрится очень органично. Обратите внимание, у этой куклы две пары колготок. Розовые и черные. И у нее очень красивые аксессуары. Две пары ног под каблук, под плоскую подошву. Две пары обуви. То есть гифт-сет такой богатый получился. И по легенде она едет на модный показ. Будет там топ-моделью. И примеряет как раз таки одежду из новой коллекции. Ну что ж, друзья, вот таким был клубный год 2022 от Integrity Toys. Лично мне было очень интересно. Мне кажется, год вышел очень удачный. И огромное количество интересных, красивых кукол было представлено. Я обязательно буду вступать в клубный год 2023. Хотя я не планирую пока ничего покупать и заказывать. Но просто для того, чтобы погружаться в этот мир снова и снова. Чтобы видеть эти новости, читать эти письма, которые Integrity Toys присылает. Обязательно вступлю. И, конечно же, буду рассказывать вам о новостях и в следующем году. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите мои видео. И обязательно изучите все, что я написала внизу в описании. Там огромное количество ссылок на разные обзоры кукол, о которых мы сегодня говорили. А также ссылка на мой телеграм-канал, где вы можете задавать разные вопросы. Все, что вас интересует. Там я отвечаю очень быстро. И также ссылка на мою книгу по шитью для кукол Барби и о том, как ее приобрести. Если вам было интересно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно напишите, каким для вас был этот клуб год от Integrity Toys. Какие куклы вам понравились, каких вы приобрели, каких вы хотели приобрести. Кто вам понравился больше всего, кто вообще не понравился. И какое событие вам показалось самым интересным за этот год. И это что такое. Видео. Видео. И внизу.